Болгар и Свияжск считают убытки из-за обмеления Волги, почему речная рыба может подорожать. И Татарстан настроен на сельхозэкспорт. Чем будем кормить заграничных покупателей? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok В среднем приносил 40 тысяч рублей прибыли. Плюс расходы туристов. Покупки сувениров, национальные угощения. 26 туристических рейсов отменили. Выручка упала в 5 раз. Естественно, пострадал имидж наших татарстанских туристических МЕК. Болгар, Свияжска, Чистополь, Елабуги, Тетюши. И даже если ситуация исправится, а восстановить уровень воды обещают к 15-му, по самым оптимистическим прогнозам, к 9-му июня, руководство заповедных мест боится, что вернуть поток туристов будет непросто. И репутационный ущерб, который нанесен Татарстану, будет долгоиграющим. Вообще в целом оценивать сейчас в денежном эквиваленте потери или какие-то там в связи с произошедшим еще, наверное, рано. Это займет какое-то время, чтобы подсчитать, сколько действительно в денежном эквиваленте понеслись убытки за счет обмеления. На то, чтобы оценить ущерб рыбным ресурсам Татарстана, экспертам дали две недели. Заниматься этим будут специалисты Татарского отделения Государственного НИИ Озерного речного рыбного хозяйства. Специалисты не исключают, что речная рыба из-за неблагоприятной ситуации с нерестом подорожает. Ее будет меньше. По оценкам Федерации рыболов Татарстана, в этом сезоне около 80% икры погибло. В Татарстане формируют каталог сельхозпродукции, который производят местные фермеры и сельхозкооперативы, чтобы потом помогать находить для нее рынки сбыта. Занимается этим Центр компетенции по развитию сельскохозяйственной кооперации в Татарстане. Фермерам предлагают искать покупателя на свою продукцию в интернете, в системе электронной торговли. Цифровая артель, цифровая деревня, которую сейчас развивают в республике. Чтобы сельчане продавали своих курчик или мясо не родственникам и соседям, а могли бы предложить свое фермерское горожанам. А горожане узнавали бы через такие электронные площадки, что в 20 минутах езды от них есть поселок, есть сельчанин, которому можно прямо сейчас съездить и купить парное мясо. О более внушительных объемах и дальних расстояниях об экспорте продукции АПК на неделе говорили в Минсельхозпродереспублике. 170 миллионов долларов экспортных продукций. Это примерно получается, если перевести рубля в процентах, 4% от объема товарной агропродовольственной продукции мы экспортируем. 4%. В рамках федерального проекта экспорт продукции Агропромышленного комплекса перед нами поставлена задача увеличить экспорт продукции АПК в два раза по сравнению с 2017 годом. В этом направлении проведена следующая работа. Совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Тарстан утвержден паспорт регионального проекта развития экспорта в Республике Тарстан на период 19-2024 года, где утверждены целевые показатели, предусматривающие увеличение экспорт продукции до 360 миллионов долларов в 2024 году. Итак, планы на ближайшие пять лет увеличить экспорт вдвое с 4 до 8 процентов, со 170 миллионов долларов до 360 миллионов. Легко это будет сделать за счет зерна экспорт пшеницы за последний год вырос на 45 процентов. Вьетнам, Египет и Турция, наши основные покупатели, сложнее по другим позициям, развитие которых в Татарстане намерены стимулировать за счет льготных кредитов на производство. Например, производство колбасы, мороженого, хлебобулочных и кондитерских изделий. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи.